Привет бойцы! Опять продолжаю свои видео уроки по самообороне на улице в стиле муай тай за здоровый образ жизни, за трезвый образ жизни для применения навыков самообороны каждым человеком хочу это сделать доступным непосредственно в стиле тайского бокса кто меня знает, тот знает почему кто не знает, так как я его представитель сегодня разберем такой момент, как удар палкой, трубой, дубинкой по голове или сбоку и непосредственно сам момент, как это может происходить такие были вопросы, что делать, если там гопник подготовленный вот это все, сейчас немножко разберем и я с напарником покажу, как уйти от таких ударов Итак, мне такой вопрос недавно задавали ребята, что делать, если гопник действительно подготовленный или их двое-трое то есть я там показываю в основном защиту и ответный удар, какие-то ответные действия защитные то есть я показываю именно самооборону не как научиться быть гопником и подойти, влупить сразу и вырубить человека а сначала, то есть все решаем, вопросы, ответы, словами все решаем не получается, противник показывает агрессию тогда мы защищаемся, делаем удар то есть такой вопрос, что делать, если гопник подготовленный да, какая там защита вот такой вопрос был а если он подходит и без разговоров бьет в нос кастетом ну ничего не сделаешь ты потому что обычно гопники да, если там действительно цель именно уже ограбить четкая, поставлена это все планируется, готовится то есть самый элементарный вариант один подходит спереди спрашивает время там да, или с сигаретой говорит дай зажигалку, пока ты наклоняешься и лезешь сзади второй по черепу, по затылку бьет сразу трубой или дубинкой и все какая здесь защита здесь надо быть мастером йода, наверное, только чтобы это пятым чувством почувствовать то есть понятно, что нет никакой защиты поэтому нужно быть готовым ко всему и вот в полном видеокурсе стритта я рассказываю, что это надо как бы сразу анализировать противника, да и всегда смотреть по сторонам если их двое, самое первое правило никогда не оставлять одного сзади за спиной то есть если один спереди, второй сзади сразу повернуться боком немножко и видеть и заднего, да, боковым зрением и переднего то есть не дать этой ситуации как бы развернуться чтобы один сзади четко стоял и мог уже что-то сделать, а ты ничего не видишь вопрос дубинки сейчас рассмотрим сразу расскажу по физике моменты физики, да у дубинки, когда человек бьет дубинкой да, вот самая болезненная точка это верхняя часть, когда попадает то есть если идет удар, да, и вы остаетесь на вот этой дистанции и прилетает именно к конечностью, да, здесь самая большая траектория размаха будет очень больно то есть по-любому, ни блок, ничего не поможет самое главное правило это как бы против логики пойти, да и вместо того, чтобы убегать от дубинки наоборот сразу сокращать дистанцию то есть дубинка не важно бита бейсбольная палка, там железная, квадратная, она круглая все не важно, то есть задача, вот есть рычаг какой-то, да и задача, когда идет удар вот именно сблизится навстречу мы тогда принимаем удар возле основания да, нету этой точки разгона то есть здесь короткий, бам, рычаг, можно принять не страшно, на предплечье даже будет синяк, конечно, будет ушиб но ничего страшного не будет, никаких переломов то есть исследуя из этого уже работаешь в таком режиме то есть понятно, что обычно, да когда хотят ударить, делают хороший размах так, чтобы вложиться поярче и когда идет вот просто сейчас рассмотрим, да, боковой удар когда по корпусу, например, работает то есть идешь ты сразу сближаешься и с этой дистанцией самый хороший четкий удар это локоть у нас тайский локоть сразу в бороду или в нос или сверху в глаз прорезать сразу будет сечка будет сечка, можно послать в нокаут в такой момент, да, пошел раз ты сразу сюда и уже с локтем входишь одной рукой просто блокируешь можно даже ладошкой если боишься можно себя опередить и ладошкой перехватить то есть пошла рука вот ты здесь уже блокируешь ты даже не даешь ему конкретно разогнаться но для этого надо четкую связь рука-глаза, да чтобы ты действительно куда ты смотришь на ручку у тебя туда пошла рука но обычно у начинающих, ребят если нет опыта в виде наборсов все может быть наоборот ты захочешь пойти за ручку у тебя рука уйдет вниз и четко получишь по башкенции пустой потому что хотел так сделать то есть поэтому лучше прикрыться предплечьем сразу мы берем большую площадь и здесь уже куда он не ударит предплечье перекроет хорошую площадь и сразу с локтем войти будет очень эффективно второй момент, когда сверху бьют тоже часто хотят в голову из-за головы тоже ударить или двумя, или одной рукой здесь есть два момента по принципу, да по принципу Кадочникова, да назовем это так то есть просто сбить удар пойти правой рукой перекрыться как бы поставить блок и предплечьем под углом только блок ставим не жестко прямой рукой а немножко ее выпрямляем для того, чтобы был угол откоса да, и он когда бьет противник мы сюда ставим он съезжает то есть пошла прямо и он по локтю дальше себе съехал и мы отсюда опять-таки сразу сделать прихват или за руку или схватить за дубинку чтобы не пошла ответная ответный удар то есть он промазал, да он может сразу отсюда пойти мы делаем вот сбили прихватили и этой же рукой или прямой наносим или боковой или опять-таки с шагом локоть все зависит от дистанции да, если здесь я схватил я прямым сразу встречу то есть здесь важно в доле секунды понятно, что это не будет один удар то есть я зайду отсюда сразу добавлю прямой и сразу еще добавлю локоть на подшаге или прямой отсюда ударю боковой и дальше с правой руки буду добавлять бить надо 3-4 удара минимум то есть не надейся на свой нокаутирующий удар Тайсона не всегда это так не всегда это как в кинок с одного удара вырубают иногда надо несколько ударов этот же момент второй то же самое на сближение дистанции когда он бьет из-за головы сюда мы то же самое можем подойти просто сблизиться и здесь немножко его блокировать уже сюда вот пошел удар отсюда уже можно пробить сразу или апперкот или то же самое дать коленом просто между ног задача или блокировать рукой или двумя руками остановить тоже под его руки пошла работа раз я его сразу руками двумя или одной или второй рукой я попаду если одна промажет я второй уже я соблю его и отсюда уже сразу могу дать или колено или оперхот то же самое вот вопрос что мы в начале говорили когда сзади идет такая работа я сразу стараюсь контролировать ситуацию если первый есть просит подкурить или что я поворачиваюсь боком немножко под углом боковым зрением я вижу что у меня сзади если я вижу что подходит человек сразу с целью ударить по голове замахнуться дубинкой вы делаете то же самое что мы только что отрабатываем то есть я стою здесь голова опущена я вижу и сразу я правой рукой могу сбить его удар то есть это не будет уже неожиданно уже будет неожиданно для него то есть я стою пошел он начинает удар я вижу что он подходит и начинает делать удар я сразу разворачиваюсь шагом на диву хожу в сторону и отсюда уже делаю удар Первый, пока на меня будет 5, я уже могу или этим прикрыться, или дальше пойти просто работать. Задача уже как бы стает второстепенной, уже выходят на первое место навыки именно единоборства. Но твоя задача защититься, да, если нет навыков вот этой сбивки прямого и дать по газам, да, то есть 100 метровочку сдать за 9,9, это твой самый первый и верный вариант. Все такие варианты, очень хорошие, очень полезные, но их, конечно, надо отрабатывать с напарником, с первого раза все так просто не получится, поэтому работай. Надеюсь, тебе понравился мой видеоурок, и он тебе будет полезен и, главное, практичен, но для этого его надо обязательно отработать, не просто так, посмотрел класс, ну дальше посмотрел следующий. То есть, если ты действительно видишь в нем пользу, постарайся хотя бы там пару недель его отработать. В конце этого видео есть ссылочки на бесплатный видеокурс по стрит-таю и бесплатный видеокурс по базовой технике ударов в тайском боксе. И то, и то тебе нужно. То есть, самооборона это хорошо, там я тоже даю всякие моменты ударов, то есть, как отрабатывать и все, но есть также базовые удары, которые нужно уметь для того, чтобы самооборона действительно стала эффективной. Смотри, цени, учись. Счастливо!